Добрый вечер, в эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин и в этом выпуске. Привезли 11 тонн до села Солговитар Средниколымского района, доставили уголь. Построят в 2024 году. Русгидро поддерживает идею Якутии в опросе строительства второй очереди ГРЭС-2. Юные мастера на все руки в Якутске проходит региональный чемпионат профмастерства Junior Skills. Машина с 11 тоннами угля доехала до села Солговитар Средниколымского района. Дорогу до населенного пункта пробили 23 января, но из-за пурги ее замело и произошла задержка. Сегодня бульдозер расчистил дорогу. Завтра из Средниколымска выйдут еще две машины. Ранее мы сообщали, что работа по открытию Зимника по направлению Белая гора Чукурдак завершается. Почти закончены работы и на дороге Арктика. Идет пробивка пути от Средниколымска и Черского. Котельная села Хомустах у Солданского района в аварийном состоянии. С 1988 года она обеспечивает теплом жителей, но годами в котельной не проводили ремонт. С прошлого года оснащением станции занялось частное предприятие. Тему продолжат наши корреспонденты. В село Хомустах один из участков у Солданского улуса, где проживает меньше 500 жителей, работают пять социально важных объектов. Тепло обеспечивает котельной в аварийном состоянии, без ремонта, со старыми котлами, в результате чего все объекты не затапливались. Как говорят сами работники, в этих суровых условиях вопрос перезимовки с каждым годом становится все труднее. Котельная вошла в строй в 1988 году и с тех пор стоит, работает. Котлы старые были, универсальные, они очень хорошие были. У них срок больше, чем эти сейчас нынешние котлы пошли с Алтайского края. Работа у нас тяжелая, все вручную. Сейчас работаем, вон молодые работают. Думаю, условия у них, если лучше будет, дальше будут работать. Осенью прошлого года частные предприятия в лице общества с ограниченной ответственностью энергосберегающей технологии установили самодельные котлы, что обеспечило тепло в эту зиму. Договорились с частной компанией о энергосберегающей технологии, поставили два новых котла в данной котельной, и объекты в этом году, они обеспечены теплом. И в случае подписания конституционного соглашения между жилищно-коммунальным хозяйством и энергосберегающей технологией, эта частная компания будет строить новую котельную, будет проводить новую теплосеть современную, и будет подключать, помимо организаций, которые в Хомстахе находятся, подключать частные секты. Население очень ждет этих компаний, потому что дрова уже близко закончились топить. Если центральное топливо включат, старые люди, пожилые, отдохнут. Теплооснабжение – это дать жизни нашим краям. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Уссалданский, УЛУС. Вторая очередь Якутской ГРЭС-2 должна появиться в Якутске в 2024 году. Росгидро поддерживает правительство Якутии по вопросу возведения объекта. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников. По его словам, необходимо определить механизм строительства. Егор Афанасьевич в конце года встречался с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он поставил вопрос по продолжению строительства ИГРЭС-2. Там предусматривается вторая очередь. И, соответственно, мы все-таки думаем, что к 2024 году вторая очередь будет уже завершена. Нас Росгидро поддерживает. Единственное, мы должны механизм строительства еще определить. Специалисты Роскосмоса развернули базовые лагеря в Якутии и Амурской области. Они установили радары, проводят осмотр районов падения и подготовительные работы. Одна из групп разбила лагерь в Алданском районе республики. Там ожидают приземления створки головного обтекателя. Другая работает в Илюйском районе. Они примут фрагмент центрального блока. Специалисты проведут послепусковое и экологическое обследование, поиск и эвакуацию отделяющихся частей. Напомним, пуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный» запланирован на 1 февраля. Кандидат в президенты Владимир Путин призвал своих доверенных лиц не давать невыполнимых обещаний на встречах с гражданами. Все должно быть просчитано и реализуемо. Действующий президент, который идет на предстоящие выборы как самовыдвиженец, провел встречу со своими доверенными лицами в гостином дворе. Якутию на встрече в Москве представили трое. Итоги встречи прокомментировал руководитель региона Егор Борисов на своем официальном сайте. Быть доверенным лицом кандидата в президенты России – это и большая честь, и огромная ответственность, говорится в сообщении. Люди, которым доверено представлять интересы Путина, в том числе в Якутии, проявляют себя прежде всего как активные и неравнодушные граждане, способные вести широкую разъяснительную работу и влиять на решение конкретных проблем населения. Всего же Центр избирком России зарегистрировал 413 доверенных лиц Владимира Путина из всех 85 регионов страны. Первая семья в Якутии подала заявление на получение социальных выплат за рождение первого ребенка. Напомним, что в конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах. Теперь при рождении первенца можно получать пособие в течение полутора лет. Для этого нужно иметь доход ниже прожиточного минимума. И первыми, кто подал заявление на получение помощи в Якутии, стала молодая семья Талбараевых. Мы, молодая семья, узнали, что можем дополнительно получать ежемесячные пособия по новому указу Владимира Путина. И вот мы думаем, что это является очень большой материальной помощью для молодых семей, у которых первый ребенок. Мы ему очень рады. Целевой фонд будущих поколений республики в прошлом году привлек рекордный объем средств. Более 850 миллионов рублей на реализацию социальных проектов. Об этом во время ежегодного отчета сообщил генеральный директор фонда Сергей Месников. Основную часть средств, это 780 миллионов рублей, выделила компания «Алроса». Впервые в истории фонда «Роснефть» предусмотрела почти 46 миллионов. На разработку проектно-сметной документации Малой Академии Наук в Хангаласском районе. Еще 120 миллионов направила компания «Газпром». Ее деньги должны пойти на обеспеченное мультимедийным оборудованием музея «Россия. Моя история». Помимо этого, в прошлом году фонд принял участие в реконструкции и строительстве трех социальных объектов. Это, прежде всего, социальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями на Сергеевском шоссе. Дети уже проходят там реабилитацию и помощь. Также мы завершили реконструкцию шахматно-шашечного центра на улице Моссова. И третий объект, который мы завершили, это спальный корпус также реабилитационного центра в городе Нью-Йорк. Для детей инвалидов мы его также завершили. И сегодня там проходят также лечение детей. В Санкт-Петербурге стартовал ежегодный ювелирный форум «Джунвекс Петербург». В здании экспо-форума собрались более 500 ювелирных фирм и компаний. В выставочном центре также находится и наш корреспондент Айсена Бурнашова. На форуме представлены практически все лучшие компании мировой ювелирной индустрии, среди которых также есть и представители республики, более 10 компаний. Участники выставили свои лучшие изделия. Здесь украшения, сделанные как в современном стиле, так и изделия с национальным колоритом. Несмотря на экономически сложные времена, практически каждому экспоненту есть чем удивить и порадовать покупателей. Практически каждый стенд уникален. Ежегодно «Джунвекс» проходит как выставка-продажа. Проходимость день до 20 тысяч человек. Ценовая политика разная. В основном указаны заводские цены. Но уникальные вещи обойдутся в 2-3 миллиона рублей. Выставка будет проходить 4 дня. Самой ожидаемой частью программы станет ювелирный конкурс «Признание Петербурга». Следите за новостями и будьте в курсе событий. Юные мастера на все руки собрались в Якутске. В столице стартовал третий региональный чемпионат Junior Skills. Всего в конкурсе 22 компетенции, по которым школьники со всей республики будут соревноваться и покажут, как умеют ремонтировать и строить, готовить, собирать роботов и не только. Первый день соревнований прошел сегодня. За работой участников наблюдали наши корреспонденты. Серая масса. Будущий якутский сосуд. У Марии Харитонова 3 дня, чтобы выполнить задание. Старшеклассница из Покровска впервые участвует в конкурсе будущих профессионалов. За гончарным кругом также впервые. Решила испытать себя. Сегодня заготовила основу, дальше украшения и узоры. Тут зависит все от глины. Например, для сосуда нужно серая глина с шамотом, чтобы качество лучше было. Потом, что еще? Ну, техника обязательно нужно все правильно сделать так, чтобы потом не развалилась скульптура. Собрать настоящего робота – другой раздел конкурса. Здесь одни мальчишки. Программирование, самое сложное в конструировании, занимает несколько часов. Ошибка в программе – робот поедет в другую сторону. Мы сами хотели научиться робототехнике. Я стал программистом, а он типа инженер. Инженер – это создать роботы. Мы программируем через программу «ЕВ-3». Это обычная программа робота. Там мотор есть, а вы и так далее. Никаких подсказок и лишних советов от преподавателей. Особенность конкурса «Джуниор Скиллз». «Джуниор Скиллз» проводится в формате, когда ребенок максимально самостоятельен. То есть он должен работать самостоятельно, без разговоров со своим руководителем. Руководители утром оставляют своих детей, и они целый день работают самостоятельно. Завтра – соревнования кулинаров и графических дизайнеров. Чемпионат «Джуниор Скиллз» продлится три дня. Каждый участник получит сертификат, который даст преимущество при поступлении в ВУЗы. Кристина Якупова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск. В Нюрбе открылось новое отделение Сбербанка. Сегодня это один из ведущих банков страны, и на территории Якутии в последние годы стремительно развивается его сеть офисов. О том, какие услуги смогут получить жители Нюрбы в новом отделении – в следующем материале. На берегу реки Вилюй в здании публичного акционерного общества «Алруса Нюрба» открылся переформатированный, полностью обновленный, современный дополнительный офис Сбербанка под номером 180. Наш дополнительный офис в Нюрбе – это достаточно крепкий дополнительный офис, который предоставляет весь спектр финансовых услуг населению города. То есть здесь каждый наш клиент может получить как транзакционные услуги, операции по банковским картам. Очень важно, что с переформатированием открылась у нас зона самообслуживания круглосуточная, и теперь практически в любой момент наши клиенты могут воспользоваться услугами устройства самообслуживания здесь у нас. Новое помещение дополнительного офиса Сбербанка в Нюрбе снащено в полном соответствии с современными требованиями банка к комфорту и технологиям банковского сервиса. Для клиентов доступен весь спектр банковских услуг. Для оказания услуг населению трудится молодой и сплоченный коллектив. Работает 10 окон для обслуживания. Порядок очереди у нас также по талону. Думаю, что нашим клиентам будет очень приятно ожидать своей очереди в нашем новом офисе. В связи с переездом в новое здание дополнительного офиса Сбербанка в первую очередь радуются жители Нюрбинского района. Их, несомненно, радует удобное расположение красивого светлого офиса и долгожданные круглосуточные банкоматы. Наконец-то новое здание, наконец-то новые удобные банкоматы. Все отдельно от рабочего зала, что намного удобно, чем все в зале в одном было. Один из ведущих банков России, Сбербанк, всегда и везде создает все условия для своих клиентов. И примером для этого служит переформатированный современный дополнительный офис в городе Нюрба. Кния Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, НБК «Саха», Нюрба. Вот такими событиями нам запомнится уходящий день о том, что будет дальше, как всегда расскажет Якутия. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова